Не было бы счастья, да несчастье помогло. Власти Боровска, это город центральной России, в нескольких часах езды от Москвы, после сноса нескольких старинных зданий, перешли к диалогу и обсуждают с активистами, как сохранить исторический центр этого города. Сегодня прошла встреча с правозащитниками и журналистами. Они договорились решить, как привлечь в город инвесторов и избежать уничтожения строений. Подробностями с места событий к нашему эфиру присоединяется наш коллега Артем Филатов. Артем, приветствую. Надеюсь, ты слышишь в студию. Ждем от тебя подробностей. Да, Тихон, привет. Вот сейчас я нахожусь в самом центре Боровска. И за моей спиной то здание, где проходит, она еще не завершилась, встреча мэра Боровска с градозащитниками, активистами и журналистами. Но интересно, что прямо за мной, я не знаю, видно или нет, надпись «Опасно, аварийная колокольня». Это, в общем-то, достаточно характерно для Боровска. Здесь много исторических построек и впечатляющие виды на окрестностях с холмов, много смотровых площадок. Мы это все сегодня видели. Но, конечно же, состояние зданий вызывает большое беспокойство. И сегодня на встрече говорили о том, как город может использовать вот этот шанс, если воспринимать все-таки как шанс, вот внимание к нему со стороны общественности, внимание федеральных СМИ и федеральных политиков даже, сегодня обсуждали, какие шаги можно предпринять сейчас. Потому что в выходные здесь был субботник, его провели после того, как приостановили снос нескольких зданий. И теперь стоят здания заколоченными. Это деревянные постройки 18-19 века, в основном двухэтажные. На встрече мэр сказал, что он поддерживает создание рабочей группы, которая займется дальнейшими перспективами. Нужно привлекать инвесторов в город, нужно придумывать концепцию развития вот этого исторического центра Боровска. И использовать, с одной стороны, его не очень большое расстояние от Москвы, это всего пара часов езды на автомобиле. И, с другой стороны, использовать то, что в городе есть своя интеллигенция, и вообще есть такой творческий дух среднерусской полосы. Но давайте послушаем, что сказал мэр города вот на этой встрече с активистами. Рано или поздно они могут даже не быть снесены, они будут просто умереть, они по себе. Вот, к сожалению, это так. Поэтому я полностью поддерживаю, со стороны города мы готовы полностью, скажем так, инфраструктурно поддержать, что это будет форум или что-то еще. У меня положение как-то сорганизоваться и действительно провести. Но надо сказать, Тихон, что пока еще в какой-то конкретике крайне мало, и основные споры сегодня были по поводу неснесенных зданий. Что же с некоторыми из них делать? Сносить дальше или реконструировать? И что прописать в итоговом протоколе? Ну, надо сказать, что в Боровске, по словам мэра, всего одно здание имеет статус охраняемого объекта культурного наследия. Все остальные пока под вопросом. Это вот та самая проблема, которая здесь является наиболее острой. Ну и кроме того, и это необходимо признать, есть и противники того, чтобы эти здания сохраняли. Один человек мне сказал дословно, если памятник не имеет экономической ценности, его нужно сносить. Другой человек, мы встретили его, когда снимали в центре города, просто остановился, выскочил из машины и стал говорить о том, что он тоже не согласен с городозащитниками, потому что они уедут к себе в Москву, в другие города, а жителям мимо заколоченных домов еще предстоит ходить. И это расходование денег из бюджета. Давайте послушаем этот эмоциональный фрагмент. Приехал, в субботник проводили. Может, тут накурочили больше, чем полезного совершили. Даже так. Не, ну а что, взяли доску, оторвали, а эта доска представляет историческую цену. Может, она 150 лет здесь была. Потому что показывали, я видел на российском канале. Подымает вот этот активист. Вот такой вот фрагментик и говорит, ох, это фрагмент, этот фрагмент, ой, это исторический фрагмент, а его разрушили. Вот это так. Я сейчас выгляжу неприглядно, и вы сейчас меня выставите неприглядно, наверняка. Но это чисто, это мое наболевшее. Потому что какая-то, нет слов, использует и спекулирует вот этими делами. Ну вот, мужчина признался, правда, мне, что он является сотрудником одного из муниципальных учреждений Боровска. Может быть, поэтому такое отношение. Впрочем, другие жители. Была даже такая небольшая перепалка на сегодняшней встрече, когда назвали одного жителя Боровска варваром, потому что он сказал, что надо сносить здание. Так что спор по этому поводу здесь внутри города ведется. Но пока что, Тихон, можно резюмируя сказать, что основной вопрос – воспользуется. Сможет ли воспользоваться мэрия, Боровска, жители города, общественность тем интересом, который возник к проблеме, и каким-то образом сохранить здание, сохранить центр, привлечься от туристов и гостей? Или же разговоры пройдут, встречи пройдут, а ситуация коренным образом не изменится? Вот это пока что основной вопрос. Но и сейчас завершится наверняка уже скоро встреча мэра с активистами. Может быть, мы узнаем еще какие-то подробности. Пока на данный момент ситуация здесь, в Боровске, выглядит именно так. Тихон. Сергей Павлович, Артем, а вот ты упомянул слова некоторых местных жителей, которые говорят, дескать, волонтеры, и те, кто защищают сейчас эти здания, они вернутся к себе домой, а жизнь в городе будет продолжаться. А действительно, что ли, основная часть тех, кто защищает эти здания, это не местные, это приезжие? Ну, честно говоря, я вот не разобрался в этой пропорции. Еще не могу тебе сказать точно. Сюда, на встречу с мэром Боровска, приехали активисты движения Архнадзор из Москвы. Вообще, на субботник, в выходные приезжала большая группа активистов, около ста человек из разных городов. Здесь, на встрече, довольно большое число представителей местной интеллигенции, а также люди, которые живут в Боровске и живут в окрестностях Боровска, здесь, в Калужской области, и в Подмосковье, которая здесь тоже неподалеку. Но пропорцию назвать не могу. Но и мэр города говорит о том, что есть сторонники сноса, активные сторонники сноса, которые считают, что не нужно тратить деньги на консервирование и сохранение зданий, а лучше построить там что-нибудь новое. И есть те, кто за сохранение исторического Боровска. То есть, помимо того, что проблема вышла на федеральный уровень, конечно, и самим жителям нужно, наверное, решить для себя, каким они хотят видеть свой город. Тем более, что, если смотреть на законы, опираться на закон, то лишь небольшая часть зданий на данный момент имеет вот этот охранный статус, статус культурного объекта, который защищен. Тихон. У меня, наверное, последний вопрос, если позволишь. А чем можно объяснить, что именно Боровская история приобрела такой резонанс и вышла, по сути, в федеральные средства массовой информации, международные, как телеканал РСВИ? Ведь Боровск далеко не самый крупный город в России, мягко говоря. И ситуация в Боровске не является какой-то уникальной. Объекты культурного наследия, а уж тем более объекты культурного наследия, исторического наследия, а уж тем более здания, которые такого статуса не имеют, в русских малых городах сносят регулярно. Почему же здесь такой поднялся шум? Есть ответ? Ну, попробую порассуждать на эту тему, Тихон. Во-первых, здесь шла речь именно о массовом сносе зданий, о плане снести свыше 10 зданий до конца года. Во-вторых, все-таки этот город не так далеко от Москвы. Сюда довольно легко добраться градозащитникам столичным. Таким образом, не только местные жители могут встать на защиту зданий. Это сыграло, безусловно, свою роль. Транспортная доступность также, конечно, сыграло роль и то, что все-таки очень быстро привлекло это внимание СМИ. И на федеральный уровень, и даже на международный эта тема вышла. Конечно же, это тоже сыграло роль. Но и, пожалуй, я не могу все-таки не отметить и то, как здесь действительно большой процент исторических зданий в центре города. Здесь можно говорить о сохранном историческом центре. Поэтому я думаю, что те активисты, которые привлекли внимание журналистов, могли действительно к чему-то апеллировать. Есть ситуации в России, когда медленно просто здания умирают одно за другим. Но здесь шла речь именно о решении властей. По-какому делу о приговоре к сносу. Эти здания приговорили к сносу, массовому сносу. И вот массовость, масштабность этой идеи в сочетании с хорошей транспортной доступностью и близостью столицы, внимание активистов из других городов. И вообще-то тоже надо не забывать, действительно исторический статус Боровска, его многовековая история, все это вместе сыграло роль такого вот катализатора. И мы видим, что на примере Боровска сейчас дискуссия о сохранении исторического наследия, исторической застройки в России возобновляется тихо. Это правда. Благодарю, Артем Филатов, мой коллега на прямой связи с нашей студией из Боровска, где, еще раз напомню, после активного обсуждения средств массовой информации был прекращен, вернее остановлен снос исторических зданий. И теперь мэрия вступила в диалог с городозащитниками и активистами и, судя по всему, придет к какому-то решению.